Справжняя болгарская валерьяна. Роками заспокоюет наши нервы. Ад на земле! Что сейчас происходит в Бахмуте? Почему эта крепость настолько важна для Украины? Это самая горячая точка планеты Земля. И какой план у россиян? Лапка, видите, все зажило, ничего нет. Этого рыжего кота, раненого, вывезли из горящего Донбасса журналисты. Сейчас он нашел себе семью, получил документы и символическое имя. Бахмут теперь у нас официально, украинец. Город Бахмут на этой неделе топ-тема для СМИ всего мира. За полгода российские оккупанты фактически стерли его с лица земли. В Бахмуте, к сожалению, утро начинается с градов. Интенсивность боев в Бахмуте усиливается. Вагнеровцы жмут. Их усиливают профессиональными российскими частями. Уровень напряжения вырос настолько, что генсек НАТО Йенс Толтенберг допустил уход украинских защитников из Бахмута. Это самая горячая точка планеты Земля. У украинской стороны позиция противоположная. На ставке у президента Зеленского и главнокомандующий ВСУ Залужный и командующий сухопутными войсками Сырский заявили, что город нужно не просто удерживать, но и укреплять силы защитников. Но почему это так важно и что на самом деле сейчас зависит от обороны Бахмута? На этой неделе защитники крепости взорвали мост через реку Бахмутка. Теперь линия фронта проходит там. Это хоть и не широкая, но водная преграда перед силами идущих в наступление россиян. Она разделяет Бахмут на две половины – западную и восточную. Подрыв моста может быть свидетельством того, что наши силы решили закрепиться на западном берегу, фактически оставив восточную часть города. И именно западный берег Бахмутки – начало наших новых рубежей обороны. Евгений Дикий – бывший военнослужащий, постоянно на связи с побратимами, защищающими Бахмуты ценой невероятных усилий и больших потерь, пытающихся держать оборону. Как шутит один из моих айдаровских друзей, там единственное, чего не хватает, еще в рукопашную штыками не ходили. Но на самом деле это очень близкий бой, вот почти рукопашный, это в принципе очень сложно. Здесь не спасает никакое техническое преимущество, сюда не вызовешь артиллерию, если уж так все в перемешке, наши с ними. Вот один из таких боев в Бахмуте. Враг буквально за углом. Но такие схватки дорого обходятся оккупантам. В городских боях они теряют больше, чем могут себе позволить. Сам Бахмут еще держится, а вот вокруг него ситуация становится все хуже. Они начали тактику прорыва клещами. И по существу из-за погодных условий, из-за особенностей местности, из-за значительного их преимущества, это им удалось значительно лучше. И мы видим, что подкова там фактически 5 километров у нас. Согласно данным из открытых источников, к северу от Бахмута под российским контролем Подгородная, Берховка и Ягодная. Таким образом оккупанты перерезали трассу на Славянск. К югу от города российские силы пытаются продвигаться от Клещиевки, Опытного и Иванграда под угрозой часов яр и единственный, более или менее подходящий в условиях весеннего бездорожья, путь в город – трасса на Константиновку. С юга на север она простреливается даже пехотным вооружением. То есть безопасных путей доступа к Бахмуту уже не осталось. Все простреливается, но ими пользуются. Трасса, которая вела на Славянск, перебита. Враг сумел ее перейти и закрепиться на господствующих позициях. А вот по трассе на Константиновку еще ездят. Но в некоторых местах там приходится переезжать буквально в 200-300 метрах от передовых вражеских позиций. В то же время сам по себе Бахмут хоть и важный, но лишь один из многих элементов нашей обороны в этом районе. Но ведь укрепленный район – это не только Бахмут, но и вся территория на запад. В частности, Часов-Яр, где также находятся наши позиции. Это старый полигон наш. Там находятся наши артиллерийские подразделения. Дальность поражения там 15 километров, я говорю в общем. И таким образом им тоже не удается пройти этот участок. Соответственно, судьба Бахмута решается не в самом городе, а вокруг него. Потеря трассы на Константиновку, предполагают эксперты, может вынудить ВСУ покинуть город. Одна из ключевых позиций у трассы – Клещиевка и высоты рядом с ней. Несколько дней назад появились сообщения, что там снова горячо. Статус неопределен и статус тех позиций, которые за ней находятся, не совсем понятен. Если враг выйдет или вышел, поднялся на эти господствующие высоты, то мы теряем там серьезный рубеж обороны. Но может ли Бахмут быть окружен? И почему россияне, несмотря на огромные потери, продолжают штурм? Сам город не имеет большого военного значения для россиян, но он ключ для выхода на админграницы Донецкой области. Если россиянам удастся его захватить или заставить украинские силы обороны отойти, следующий шаг оккупантов предсказать несложно – это наступление на север. Славянск, Краматорск, Константиновка. Именно поэтому оборона города столь важна. Можно сказать, что Бахмут держится ради того, чтобы три следующих крупных города так и остались прифронтовыми, а не стали линией фронта. Для нас это весомый фактор. Очевидно, именно поэтому за последнюю неделю в Бахмут дважды приезжал командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Настоящие герои сейчас – это защитники, которые на своих плечах держат восточный фронт. И не жалея ни себя, ни врагов, наносят им максимальные потери. Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами. Собственно, время сейчас играет в пользу ВСУ и против оккупантов. И является одним из решающих факторов не только в битве за Бахмут, но и для будущего развития войны. Их люфт времени действительно ограничен. У них на самом деле есть времени примерно месяц, то есть к середине весны, когда мы уже на фронте ощутим, реально почувствуем ту всю западную помощь, всю ту технику, которая сегодня продолжает идти к нам, и у нас происходит параллельная комплектация этих подразделений. А потому украинские резервы – головная боль для оккупантов. Издание «Экономист» пишет, российский генштаб пытался затянуть в бахмутскую удавку как можно больше сил ВСУ. Но, похоже, наше командование сумело разгадать этот замысел и решило сохранить баланс между силами, необходимыми в городе, и комплектованием новых бригад. Залужный рассчитывает создать три новых армейских корпуса общим количеством около 60 тысяч человек. Пока же в адском огне бахмута пылают только российские резервы. Нынешняя задача номер один для ВСУ – максимально обессилить врага. Выбить его самые боеспособные подразделения. И уже после этого нанести ответный удар. Враг, который осуществляет активное наступление, он заточен под наступательные операции и не готов для обороны. Поэтому вполне возможно, что через некоторое время мы узнаем, что с бахмута началось наступление вооруженных сил с целью освобождения Луганска в том числе. Но как именно могут развиваться события? Мы сейчас больше говорим о юге, конечно. Там у нас лучше позиции, но однозначно, что для россиян это станет неожиданностью. В любом случае, для того, чтобы переходить к наступлению, нам сначала нужно сбить тот наступательный потенциал. Чем быстрее мы собьем эту волну россиян, тем быстрее мы, собственно, можем перейти к контрнаступлению. Все эти факторы объясняют, почему за бахмут идет такая упорная борьба, самая кровавая в этой войне. Сейчас этот маленький город открывает большие двери для наступления либо нам, либо им. Павел Васильев специально для марафона на канале Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин